МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также известно, что форвард проживает в особняке в 9 километрах от Парижа. Один день аренды дома обходится ему в 14 тысяч евро. Если информация Дершпигель верна, Неймар является самым высокооплачиваемым футболистом мира. До этого им считался нападающий китайского Шанхай Синьхоа Карлос Тевис. Его зарплата составляет 35 миллионов евро в год. Ранее нападающий Парис Сен-Джермен Неймар принес извинения партнерам за конфликт с одноклубником Эдинсоном Кавани. Поводом для стычки между Неймаром и Кавани стал пенальти в матче чемпионата Франции с Леоном, исполнить который изъявили желание оба футболиста. На правах старшего игрока, защищающего цвета парижского клуба 4 года, Кавани не позволил новичку подойти к точке. Впрочем, попытка уругвайца оказалась неудачной. Галкипер Леона Антони Лопыш отразил удар. Встреча все равно завершилась победой парижан. Но после игры в раздевалке Кавани и Неймар продолжили выяснение отношений. И в ход едва не пошли аргументы в виде кулаков. Драки не случилось благодаря капитану Тиаго Силве, который остудил пыл двух горячих латиноамериканцев. Неймар перешел в Парис-Сен-Жермен из Барселоны летом этого года за 222 миллиона евро. Трансфер стал рекордным для мирового футбола. Рэдбул увеличил более чем в три раза инвестиции в Формулу-1, говорится на сайте чемпионата. Австрийский концерн в 2016 году инвестировал в Формулу-1 около 55 миллионов евро, что в несколько раз больше, нежели за 2015 год, около 14 миллионов. Резкое увеличение инвестиций связано с окончанием спонсорского контракта с Инфинити. А найти столь же щедрого покровителя Рэдбул пока не смог. За год затраты на содержание команды Формулы-1 у Рэдбул выросли на 9,2% и составляют 266 миллионов долларов. Это связано с переходом гоночной серии на новый технический регламент. Чистая прибыль Рэдбула в 2016 году составила 520 тысяч долларов. В прошлом году концерн заключил спонсорские соглашения с компаниями Aston Martin, Puma и Tag Heuer. Но выплаты от вышеперечисленных спонсоров все равно не покрывают контракты с Инфинити. Увеличение инвестиций не помогает Рэдбулу вести полноценную борьбу с Мерседесом и Феррари. Австрийская конюшня за шесть этапов до конца сезона занимает в Кубке конструкторов третье место с минимальными шансами на вхождение в топ-2. Японская теннисистка Кимико Даты Крум поставила точку в карьере, пишет французское спортивное издание Лекип. Последний матч Даты Крум сыграла на турнире в Токио. В первом раунде 46-летняя японка со счетом 0-6-0-6 уступила представительнице Сербии Александре Крунич. Организаторы Japan Women's Open посвятили спортсменке красивую прощальную церемонию. Даты Крум выступала в WTA-туре с 1989 по 1996 годы. Затем японка взяла 12-летнюю паузу в карьере, чтобы в апреле 2008 года в 37-летнем возрасте вернуться на корт. Звездным часом Даты Крум стал промежуток с 1994 по 1996 годы. Японка трижды побывала в полуфиналах на турнирах серии «Большого шлема», а также становилась четвертой ракеткой мира. Кимико Даты Крум завершила карьеру в статусе восьмикратной чемпионки турниров серии WTA. Теннисистка из Токио за карьеру одержала 450 побед в одиночном разряде и заработала около 4 миллионов долларов призовых. Российский блогер, автор ресурса Sports.ru. Вячеслав Башко раскритиковал перевод новой книги об итальянском тренере Клаудио Раньери. Как отмечает информационный портал T-Journal, блогер указал на то, что в переводе были допущены грубейшие ошибки, которые сказываются на восприятии текста и искажают его смысл. Скаут становится агентом, аренда игрока – займом, продюсер – режиссером, голы – очками, поле – площадкой, стандартное положение – фирменными приемами, высокие материи – важными мелочами. Манчестер Юнайтед путается с Манчестером Сити в одном абзаце. Форреры играют на чемпионате мира в Бразилии. Перечислил ошибки Башко. Он отметил и другие нестыковки. Например, 11 сентября превратилась в службу 911. Знаменитые коллекционные карточки по Нине в итальянские бутерброды. По мнению блогера, данный вариант книги не заслуживает того, чтобы потратить время на его прочтение. Автора активно поддержали читателей его блога и сайта в целом. Его текст стал одним из самых популярных на Sports.ru на прошлой неделе и самым успешным текстом за всю историю блога. В итоге Башко направил письма со ссылкой на текст в адрес издательства, попросив компенсировать ему расходы на оригинал книги. Итальянским авторам советом никогда не сотрудничать с Эксмо. Издательство, опубликовавшее биографию на русском языке, отреагировало на публикацию снятием книги с продажем. В настоящий момент страница книги на сайте Эксмо недоступна.